Здравствуйте друзья с вами Феликс и этот ролик о двух сразу сайтах. Вот это на данный момент вот сегодня у нас 10 декабря. Это у нас Z-MasterBooks, а вот это меня там наверху вам не видно, но это PlutonBooks. Так давайте откроем сохраненные копии и здесь и здесь. Сейчас пусть подгрузится. Дело в том, что именно на сайте Z-MasterBooks, как-то даже странно она сейчас открывается, неполадки, я заметил уже седьмого числа. Седьмого числа, седьмого декабря я заметил, что тут что-то неладно у них и не знаю, если кто смотрел, там у них при переходе в саппорт вот было вот здесь окошечко, где можно было написать там в чем проблема. Проблема, открывайся там, мне надо показать. Проблема была в том, что платежи не отображались или отображались, нет не откроется. Ну ладно, а здесь что? Здесь тоже самое. И в общем, чтобы там слишком не затягивать, через вот то окошко, которое было внутри сайта, уже седьмого числа я им посылал два или три сообщения, что у вас что-то неладно. Именно по выводам там живая статистика неверно отображается и все такое. Вижу, что никаких реакций. Вот посмотрите, восьмого декабря уже я еще им написал и девятого тоже им писал. Вот, Z Masterbooks support. Что именно по части отображения и по части начисления, то есть перевода денег, у вас что-то не то. Те, кто смотрел мои ролики до этого, я не раз говорил, что эти два скрипта, Z Master и Plutonbooks, эти два сайта на одном и том же скрипте. И чего там греха таить, я так подумал, может проблема не в самих этих сайтах, а именно в скрипте. Есть, бывают такие, ну грубо говоря, дырки. И вот это еще одно подтверждение. Вот это Plutonbooks, вот здесь вот можете прочитать, что это Plutonbooks, он тоже не работает. А это вот Z Masterbooks, тоже не работает. То есть, что-то есть такое, что именно можно подозревать, что это в скрипте ошибка и они исправят. Но именно потому, что это на двух сайтах одного и того же скрипта, вот это происходит. Но не знаю. Называть это скамом я бы не хотел, скажем так. В любом случае, если приглашенные мной участники не вкладывали, как я не раз советовал, не вкладывайте больших сумм. Помаленьку, потихоньку. На новых непроверенных сайтах не надо большие вложения делать. Если они делали так, то ничего не потеряли или потеряли, ну доллар или два, не знаю. В любом случае, пока что будем ждать. Пока что лично я буду ждать. На этом все про эти два сайта. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.